Боровские орлы расчистили мне проход в Х-18, но дело в том, что спуститься в лабораторию можно только в скафандре. Сегодня я буду делать всё, чтобы его достать, а в процессе выполнения снова столкнусь с неприятностью, из-за которой моё дальнейшее прохождение может накрыться. Не забудьте оценить это видео. Приятного просмотра! Думал я, конечно, что приедет в понедельник Сидорович, так как он пропадает на выходные, правильно? Но он не приехал, как видите, до сих пор тут сидит Стас. Это был мой единственный шанс сдать квест. Ну, я был уверен, что сейчас всё будет хорошо, но нет, мне тут-то было. Мне посунули подляну, очень жёстко и очень неприятно. Тут ещё такая система, что квесты проваливаются раньше времени, то есть я его брал как бы в 6 утра, он там может провалиться в течение сегодняшнего дня, или там под утро следующего дня. В принципе, если всё сработает чётко в 6.15, то у меня есть шанс сдать этот квест, просто прийти к этому времени сюда и ждать, пока Стас подойдёт, и сразу забежать сдать квест. Если всё сработает нечётко и квест провалится раньше времени назначенного, то, как кто-то написал в комментариях, это недалеко от заброса мода, потому что ещё больше людей начнёт краснеть, а, соответственно, ну, это уже будет почти невозможно играть. Из-за одного квеста красный, из-за другого квеста красный. Вообще, объясните мне, как работает репутация у Борова, вот он покрывает твою репу. Объясните, как, вот напишите мне понятно в комментарии, потому что в интернете я что-то не пойму. Вот, допустим, я провалил два квеста, как он мне поможет, Боров? То есть, он делает так, чтобы люди не краснели, или что? Да, вот и думай головой. По сути же, Сидорич пропадает на 6-7 день, то есть, это суббота, воскресенье, потом опять 6-7 день, то есть, по выходу должен пропадать. Сейчас, понедельник, Сидору нет. Ну, ещё раз повторюсь, я считаю эту систему неправильной. Свою позицию я уже объяснял, я помогал долговцам спасти их члена из плена, да? Сохранив жизнь этому долговцу, что я получаю взамен за один провальный квест. То есть, представьте, за всю игру я провалил один квест, за все там 45 серий, 44. А меня готов кто-то убить, ради одного ящика проклятого. Это выше всяких похвал. Я понимаю, там на меня лично Воронин обиделся, но остальные NPC, при чём здесь они-то? И вообще, ничего, что бар, территория нейтральная, в которой запрещено стрелять. Ничего. Это очень лишнее, даже несмотря на то, что это хардкор мод или всякое такое, это супер лишнее. Так же сейчас будет и с Сидоровичем, я провалю квест. Причём немного тупо я его провалю. Неужели по скриптам как-то нельзя там рассчитать, что Сидоровичей не будет? Ну ведь в реале же так бы и было. То есть, человек бы тебе давал работу и такой, вот, меня не будет суббота-воскресенье, имей в виду. Допустим, да, условно. И ты это имеешь в виду. А тут, типа, ну, я вот тебе даю квест, делаю что хочешь. То есть, для самого же Сидоровича это невыгодная ситуация. Он знает, что его не будет в эти дни. Прибыл я на базу Чистого Неба и что-то совсем никого не вижу. Мне нужен там какой-то Вазя. Ой, это не ты случайно? Ходит какой-то жмых. Нет, это Саня. Вот если сейчас тут ещё и Вази не будет, которого мне надо найти. А его тут нет. Слушай, я точно с этого раза проговорил диалог. Ну, проговорил же. Но тут абсолютно никого нет. На рыбацком хуторе тоже никого не было. В церкви никого не было. То есть, если этот Вазя есть, то где он? Можно у кого-то спросить. А, это ты Ивангин? В смысле, это же проводник. Но про кого-про кого, проводника я не мог подумать. Я думал, какой-то отдельный квестовый NPC появится. Бармен говорит, что ты его друга встречал. Не скажешь, где его найти? Друга? Бармена? Может, и встречал. Только не всё так чисто с тем дружком. Слыхал я, что должок за ним числится. Так что тут ещё вопрос, другом бармена или нет. Сказать, где видел, я, конечно, могу. Только если того сталкера ищут за долги, так может и мне какая выгода с этого перепадёт. Не похоже, что бармен решил долг с него выбить. Совсем другой разговор был. Вроде как, даже переживает. Похоже, не похоже. Время покажет. Я многое не прошу. У нас с горячительными проблема. Но ты понимаешь, приличной водки не найти. Слышной контрафакт. На днях там охотник заходил. Рассказывал, что в кишке на лесопилке самогон гонит. Чистый дистиллят. Принеси пару банок на пробу. Проша, мясник местный. Разливом у них заведует. А после потолкуем про дружка бармена. Кто-то мне про этот напиток уже рассказывал. Ладно, решим вашу проблему. Только подождать придётся. Благо, хоть идти не так далеко, да? Могло быть всё и намного хуже. Кстати, ещё по поводу репутации. Она вообще может подняться на нормальный уровень обратно? Или нет? Работа есть. Но опять с сахаром был. Давай лучше поторгуем. Я ему частички разные. А вдруг сейчас попросят меня охотники частью. Части стухну, да? Мне кажется, всё-таки протянут. Ну а может и не протянут. Что, сдаём ему тогда все части? Кошек, не кошек. Копыта, хвосты. Всё это на 10 тысяч рублей. Что можно получить взамен? Да как обычно, я думаю, взять консервы, еду. Спички ещё нужны. Спичек совсем мало. Думаю, пачки 3 хотя бы. Ну 4 для пущего, для ровного числа. Ну а теперь можно и консервы с батонами покупать. Так, 5 пачек получается. Если, конечно, меня обменяют, да. Там могут меня послать далеко и надолго. 1000 рублей ещё. Ну нож, возможно, я бы купил. Ну может, одни хвосты все за собаки ещё продать. Потому что их получается 6-7 даже. А мне нужно 5. Самый плохой один продам. 12 тысяч. Тогда вот как раз ножик. И ещё получается могу взять 12700. 430 рублей. Господи, давай два бинта возьмём. 2100. Всё, вот такой вот обмен совершаем. Применить. Погнали. Теперь мне надо отправляться обменивать патроны для моего калашика. Также, наверное, набрать бензин и сдать его в деревне новичков. Вот я не понимаю, неужели за сдачу в деревне новичков бензина там или в баре... У меня репы не повышаются, а? У меня вопрос к долговским дурачкам, которые на меня нападают. Вы... Вот сейчас скажу грубо, но извините. Вы твари. За мой счёт, за мой труд сидите в баре при свете. За счёт того, что я таскаю бензин на своём горбу. Вам. Твари такие. А что я получаю взамен? Провалил сранный квест на ящик. Не, это очень глупая система, ребят. Ну, по факту, короче. Ну, такая херня. Вот реально, я спас жизни. Я постоянно таскаю топливо в бар. А в меня стрелять из одного... Ну, конечно, должны быть последствия. Там, Воронин на меня обидится, да. Что-то такой дурак, значит, не принёс. Патроны, я на тебя огорчён. Там, может быть, там, пообижается пусть неделю, пока я там репу себе опять не заработаю какую-то приличную. Но то, что стреляют, ну, блин, за ящик патронов убивать, это такой бред. Чего? О, поручение отменяется добыть хвост. Проваливается? Блииии. Всё, друзья. Всё. Всем, кто потрядился добычей 500 хвостов, я уже набрал договорённое количество. Больше не нужно. Всё, ребят. А, ну оно не засчиталось как провальное, в принципе, смотри. Его тут нет. Может, тут что-то обновиться должно. Но пока тут нет провального квеста. Слушай, ну, если оно не считается как провальное, то дай бог. Хотя, тут оно находится в провальных. Хотя, по факту, его просто, ну, было написано отменено. Ну, наверное, с тем же тоже было отменено написано, просто я не увидел. Короче, посмотрим, друзья. Если вдруг для меня опять начнут краснеть, из этого не будет никакого выхода. Ну, я вам честно говорю, я не хочу качать сейвы чьи-то, да, и играть. Я хотел полностью честно на своих сейвах без правок без всего пройти. Систему, я считаю, максимально несправедливой. Кошаки. Ух ты какие, ух ты какие. Сон на меня вешают. Очень обидно. Три суток не прошло, по факту. Ну, как обычно. Какая-то непонятная фигня. И сейчас, получается, Сидороич на меня будет злой. Когда этот штраф пройдёт, или он до конца игры не пройдёт. Вот и думай головой. Да, хватит что-то вздевать. Тушканчики-то есть? Я их не вижу, но они должны быть. Они тут всегда спаунятся. Хвостики. Слушай, новый хвостик сколько? Пару тысяч стоит? То есть я опять сейчас на 4 тысячи накидал хвостов. То есть опять-таки можно что-то взять. Не-не, есть тушканчики, дорогие мои. Просрал квест на АКМ, а? Ну, вы сами видели, я мог сейчас с утра легко взять, если бы эта тварь не уехала. Ну, напишите вот в скрипт, чтобы он не давал квесты перед своим уездом. О, ты должен сам подумать. А он, типа, не подумает. В ней его не будет. Круто. По факту надо сделать так, чтобы когда остается как раз-таки 3 дня до дня его отъезда, все, тогда уже перестают такие циклички даваться. Типа, которые на 3 дня. А уже надо такие на 1, на сутки давать. Ой, ладно, что я рассказываю, ничего не изменится, правильно? Все как было, так и будет. Либо соглашаешься с правилами игры, либо идешь играть в оригинальные сталкер-тенчернобыля. Ну что? Ага, можно обменять. Меняем. 28 патронов ожидается. Смотри. Коррумпция. Все, наменял я патронов. 244. Вообще, проблем с патронами действительно особо нет. Если выполнять вот эти вот круги, типа, набрать бензин туда-сюда, взять водки, пойти к шерстяку обменять, либо, ну, и попутно так же может настреливать мутантов. Но не можно, а ты их по-любому будешь настреливать, потому что они нападают. С них собираешь части, идешь сюда, меняешь, сдаешь. Так что, да, в принципе, с 545 проблем как таковых нет. У меня до какой-нибудь годной 545 оружия. Грозу, например. Ну, или кто-то мне писал в комментарии, что Абакан хороший вариант. Типа, лучше Калаша и с обедцами вообще сказка. По поводу Борова, тоже непонятно, вот его крыши. Типа, ты нанимаешь крышу, ни ответа, ни привета, никакого пуш-уведомления, мол, там, знаешь, деньги у меня списали, а смс-ок не пришло, мол, вот за тобой Гришок, мы маленько там поработали. Ничего такого. Хотя за мной был Гришок, да, вот я удовольствовал, провалил квест, и какая-то тварь красная. В итоге я пришел, он все равно красный. Как крыша-то работает, объясните. Набираем бензинчик, который я обменяю в баре, даже не знаю на что. Вот она моя канистра с бензином. Прикол, с пятой попытки зажег. Круто, спасибо. НЛС такой мод, когда тебе в чем-то везет, вот реально сильно везет. И у меня такие моменты были. Первое, что мне приходит в голову, это когда мне реально безумно повезло. На свалке, когда заспавнились плоти рядом с остановкой, но всегда мутанты разные спавнятся. Я замочил их двух, и у двух плотей были шкуры. Это невероятное везение на самом деле. Так бы я бегал хрен знает сколько, искал бы эти шкиры. Потому что я помню, я на кордоне, на ферме убил. Ну там, наверное, другие, кстати, были плоти. А на остановке мне болотные именно заспавнились. Ну нужные такие, матерые. В общем, порой мне везет очень сильно. Или там арт падает четвертого разряда, это прям удовольствие. А порой такая херня происходит, невезучая, что грустно становится. Ты что, дурак? Я уже думал, Деодор по мне стреляет. Классно. Я буквально чуть в домали не попал, но обошлось. Итак, подходим к Сидоричу, смотрим вообще что и как. Ну самого Сидорича нет, я имею в виду деревни новичков. Будут ли по мне стрелять? Ну рано или поздно это в чем-то явно проявится. И скорее всего кто-то действительно на меня обидится. Знаете еще, что я думаю? А неужели нельзя в... А, вплоть нельзя, да? Нет, почему? А, нельзя. Что я думал прятать вплоть? Не. Так не получится. Все, продумали, смотри на них. Давай покушаем. У меня даже одна консерва лишняя осталась. Ну покушаем такую колбасу подкорченную. Колбаски легкие, 150 грамм всего лишь весят. И очень сильно утоляет голову. Тогда как консерва весит 600 грамм одна. Да, тут Света нет, Сидорича нет. Даже банально, как он смог прислать сообщение о том, что мне хвосты больше не нужны, если его нет на месте? Дед, тебя нет на месте два дня. Как тебе вообще кто-то мог сдать хвосты? Как ты их насобирал? Ну это такая дичь, короче. Просто забейте. Пока никто не враг. Стоп, а как я заплачу дань? Да. Вот об этом я сейчас не подумал. Мне нечем платить дань? Посмотрите, как это нечем? Ты же хвосты насобирал. Да, у меня есть хвосты кошек, я думаю, хватит для прохода. Кстати, я же могу сам заниматься ремонтом. Вот тут, например, есть киски. Я совсем этим не занимаюсь. Бояжик. И все. А, ну да. Я генераторщику не сдал бензин. Капсула артефактов найдена ноль. Видимо, считаются только те, что я подбираю. А-а-а. Короче, почему-то они не берут хвосты кошек. С чем это может быть связано? А, так а смысл мне хвосты псевдом хранить? Все, квест провален. Поздравляю. Псевдохвостик. Фу, вонища. Да иди ты отсюда. Смотри-ка. Слизь. Разумеется, мне надо. Что он из себя представляет? А, он не подобрался? А где он? Не понял сейчас. А, все. Понятно. Тоже такой простенький арт. К сожалению, ничего ценного. Первый уровень. Ну ладно, что всегда должно вести? Сдадим его за водочку или для варки. Надо варкой заниматься, на самом деле. Если я хочу нормально проходить мод. Чем больше я артефактов сварю, тем они будут лучше с каждым разом. Выше будет шанс получить артефакт высокого разряда. А я совсем на это забиваю болт. И это плохо. Здарова. Вот, уже один. Подарки есть мне. Без подарков меня не оставят. Спасибо большое. А так кто меня смотрит, типа, нихрена. Наглый. Ну, если падает, вы напишите. Типа, я беру нычки, обычно написано, что падает реп, а тут все тихо. Поэтому я думаю, что конкретно эта репутация не портит. Посмотри, получается, во всей кишке тоже можно, там, от нуля до двух артов спавнится. И вот только два места спавна. Есть. Не, наверное, их больше, но вот я знаю лично два места. Это вот в этом месте примерно. Вот где я только что подобрал, или я тут подобрал. Ну, вот примерно в этом участке, в общем, падает один арт. И второй, как мы помним, падает где-то вот тут, вот. Дальше моста, где грузовик. Долго копил на АКМ, приобрел. С парками договориться можно, да и в баре барышет. 7-6 вторыми. Но они, конечно, дороже, чем 5-45, это факт. Но и мощнее. Хоть бы, я не знаю, была возможность как-то, если уж я прогрешил, исправить репутацию дорогим подношением, там. Подойти к тому же Воронину сказать, извини, что я провалил твой квест. Вот тебе арт второго там уровня, условно. Так такого же нет? А с Бором я так и не понял, ты фернишь? О, спасибо. Просто если представить, сколько я за все время с их ящиков достал, там такая крупненькая получится. Коллекция предметов. Медицина, водка, еда. Так, не с них тут, отлично. Сначала смотрим подарки. Ну, нормально. Как-то странно, тень падает, как будто тут кусок в воздухе висит, но по факту там такого нет. Не понял. Ладно. Игнат! А, да что-то нет. Воды набрать. У него нет диалога? А, ну-ка, ну, прошу, допустим. Поговорить с тобой хочу. Народ говорит, ты за разлив отвечаешь. Чего хочешь? Топором разлив, счастье. На харе твоей поганой сделаю. Прости, не так выразился. Не надо пару банок вашего самогона. Ребятки на свалке очень просели. А что, у кулинара спиртяга кончилось? Грустят пацанчики. Сталкеры говорят, да я и сам слышал, что ваш продукт позабористей будет, чем его ректификат. Так что, договоримся? Может и договоримся, если одно дело сделаешь. Давно хотел себе плащ новый из шкур плотей сшить. Этот уже совсем прохудился. Грязный, не дочистится. На болотах есть один дед. Степан о чем зовут? Думаю, знаешь. Вот у него плащики закажешь. Мне, как рабочая одежда и обычный, пойдет. Пока обернешься, как раз первачок поспеет. Плащ? Надо подумать. Обычный, необычный. Давно хотел себе плащ новый из шкур плотей сшить. У него плащики закажешь. Мне, как рабочая одежда, я обычный, подойдет. Ага. То есть, обычный, самый стандартный коричневый плащ. Для этого нужно две выделенные шкуры плоти. Подожди, а случайно он-то их не меняет там? Нет. Никаких шкур плоти у него нет. И вряд ли были бы. Ну, плоти, это, конечно, интересно. Где они водятся? Они водятся впереди. Возле обкомовской датчики. Вообще, плоти с плащами где могут быть? Недалеко от деда Степаныча тоже бегают плоси от его. Вроде как, с них тоже могут потенциально упасть в плащи. Но всего два плаща. Но ты же опять надо будет бежать обратно, чтобы этот самый плащик выделать. Почему их просто нельзя купить там сразу? Хотя вряд ли бы у меня хватило денег. И да, я недавно сам продавал какой-то плащ. Я не помню, был ли это коричневый? Или черный не модернизированный? Ну да. Я плащ продал. А мог этого не делать. Ты что-то не заметил комментариев. Да, мне уже по скрипту написали, мол, зря продал. Ну, что мне уже переигрывать ради плаща? Такие. Они же голод вызывают. О, собака. Неплохо. А зомбаки-то где? Это они спят, что ли? Походу. Надо как-то их обойти. Вообще странно, говорят, возле обкомовской дачи. По факту, тут я конкретно плоси не видел. Я видел их вот где-то в этой стороне. Хотя, может, это и типа возле считается. Что по ножику? Ножик еще срежет пару частей. Зомбики встали. Ну, тут все. Самое главное, они прямо за мной идут. Хотя один вроде обратно лег. Мужики, что вы тут за камешком третесь? Идите зомбаков мочить. А так, маленько поднакидаю, чтобы не расслаблялись. А там пусть уже мужики добивают. Что, все? Этого замочили. Второго, видимо, тоже. Теперь-то я могу пройти на обкомовскую дачу. Чу. Если, конечно, там не будет никого. Если плоти, то давай бронебойки зарядим. Хе, плоти твари еще тени пробиваемые. Ты кто, чучело? Не понял сейчас. Ну, пойдем посмотрим. Ух ты, нихрена себе. Собака. Я точно слышал собаку. Какие-то пластинки, но их нельзя подбирать. Тут, опа. А, тут еще сталкеры, оказывается. Охренеть, а я не знал. У них еще и костерок тут. Слушай, может у вас и ящик есть? С подарками для меня. Нет, подарков нет. Слишком бы было жирно. А я и не знал про это место. Я думал, эта дача вообще необитаемая. Кроме зомбаков кучи, тут ничего нет. А оно вон как оказывается. Сделал открытие 46 серии. Седьмой. Здорово. Ну и опять ничего. Ладно, пойдем посмотрим, что за чучело сверху было. Это прям очень странная и стрёмная херня. Дед. Ты кто, блин? Охренеть. А! Все. Я его тронул, он упал. Он не обыскивается. В ящике ничего нет. Какая-то морозина стрёмная. Ой, я надеюсь, я тоже там ничего не сломал тем, что я его задел. А ты знаешь, что на нем какие-нибудь там скрипты были завязаны. Раз можно тронуться, я тронулся. Да по кому-то там все, стреляйте и стреляйте. Не могут зомбаков добить. О, тут еще куча зомби-то видел? Это мне надо опять их братьевым сталкерам бежать. Да они там еле не могут добиться одного зомби. Вы что? Пацаны, хватит прикалываться. Куда вы стреляете? Да, ладно, удачи. Она может повезти, и две шкуры плоти выпадут сейчас и сразу. Она может не повезти, и придется идти на болото. Или даже, я не знаю куда, где еще у нас водится плоти. Есть предположение, что только на болотах. Ну либо опять же бежать на свалку и надеяться, что там заспавнится. Нужны мне твари? Это такое себе. Вон впереди бегают мои родимые. Там довольно много, штук пять. Но именно травяных, или как они, болотных, матерых, зеленых. Я увидел только одну. Но в прошлый раз мне вроде с обычных падало, я вот не помню. Вот одна матерая. Вторая матерая. Выпадет с них с двух, как вы думаете? Вероятность один процент, наверное. Да и спрятаться тут некуда. Не, ну по факту некуда. Камушков тут нет, они между деревьями бегают. Забраться на камень и оттуда их на себя загреть. Как бы они к опоре лэп не побежали. Хорошему, да, именно мне их надо всех замочить. О, забрался на вершину. Это, конечно, далеко. Да и она, плюс ко всему, наверняка в другую сторону побежит от моей стрельбы. Но плоти там до хрена. Вон еще, там всегда собака, там всегда собака пробежала. С вершины хорошо видно. И матерых тут плоти штуки 3-4. Эй, серьезно, все с этой поляны убежали, когда ли сюда залезть? Ну это какая-то... И все, с 3, все, сюда уже не доходит. Ну если я буду под деревом, скорее всего, до меня удар достанет. Мне нужно каждую плоть целенаправленно прям. Ну что там маленькое? И куда ты? Нормально вообще? Так, и другая побежала сюда. О, ни хрена себе. Вау! Меня надо всех их перебить. Представляете, сколько на это патронов уйдет? Эй, не лезьте одна на другую. Они один раз так сделали. Одна на другую залезла и ко мне на камень. Смотри, что творят. Так, ну тут почти четко в глазе все-таки одна в шкуру попала. Не знаю, влиять ли как-то, или просто у них есть шанс. Типа, знаешь, там... Не важно, в шкуру ты стреляешь, не в шкуру. Просто есть условный шанс, там... 5% или там 10. Еще две травяные. Они, наверное, не травяные, а матерые, болотные. Один из патронов. Да, моя сводка улетела просто мгновенно. Это самое нормальное, что может произойти. Что, все, что ли? В смысле? Куда? Пошла перезарядочка. Куда, куда, куда? Иди, иди отсюда. Мать, что делаешь? Даже не думай. Охренеть, я их всех перебил, походу. Ну да, в округе ни одной плоти. Будет очень грустно, если с двух плоти хотя бы из этих всех не выпадет шкира. Я буду обижен до глубины души. По патронам взять и последние были. Вообще ужас какой-то. Этот ножик пока уберем. Что мне? Кажется, что он сейчас будет плохо резать. С зеленых пока не начинаем. Давай сразу с обычных. Ничего. 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 Глаз. Ничего. Так, ну и все. По-моему, обычных не осталось. Вот еще одна тварь. Это зеленая. Шкира. Все. Кайфуем. Давай. Еще одна. Еще одна родненькая. Ничего. Зеленый. Так. Вот еще одна прячется. Еще одна зеленая. Все. Мне нужно две шкиры для обычного плаща. Даже. Ну тут выпал уже глаз. Ну все, больше ничего не с кого. Подожди, сколько я обыскал зеленых? Ну четыре как раз получается. Одна там, два, три, четыре. Четыре зеленых плоти. Ребята, поздравляю вас. А вы поздравляете меня. Нам не пришлось идти за три километра куда-то там, чтобы фармить себе эти шкиры. Да, вот они родненькие две. Всем привет, всем привет. Выделайте мне, пожалуйста, шкуру. Пока без изменений. Выделанная кожа. Сначала антирады отдаем. Антирадами рождутся. Выделанная кожа. Подожди, он говорит, аптечки дать? У меня разве есть 10 аптечек? Три аптечки, одна такая, пять научных. Не понял. Десяток аптечек есть? Че за чушь? У меня нет десяток аптечек. Я сохранился? Да, я сохранился. Ам, ну десяток аптечек. Аптечка 10. Че за бред? У меня не было 10 аптечек? Короче, я перезагружусь, потому что такой херней лучше не заниматься. Ну у меня не было аптечек. Представляете, что-нибудь забагается там? Мне будут все говорить, так, тебе и надо. Ты воспользовался багом, поэтому не буду. Антирадами, во-первых. Во-вторых, научный его забирай. Научная аптечка 3. Так, я не понял по поводу аптечек. 10 штук я ему дал, а у меня их всего 3 аптечки. Плюс тут у меня, ну нет, если что, аптечек. Я не знаю, почему он 10 забрал, откуда? Но я этим не воспользовался. Ну его нафиг. Все, у меня две выделанные шкуры плоти. С ними надо идти к Степанычу на болото. Если он там сидит, конечно. Он же может там и не сидеть. Хвосты диких котов отдать в количестве 2 штуки. Пусть забирает хвост псевдо-пса. Дроби не подкинешь. Опять псевдо... Ну да, они протухают уже. 17 дроби. 17 дроби, ребят, все. Инфляция пошла по полной. Голову тушкана пусть тоже забирает. 9 дроби вместо 10. Еще. На хвостике кота тоже можно отдать. Глаза плоти пусть тоже забирает. 25 дроби. А, и зачем я это сделал, чтобы мне потом обратно идти? Не-не, умные мысли, как всегда, оказались медленнее, чем я. 400-ый сейф. Ой, 499 сделал. 400. Так, генераторчику давай, наконец, дадим. И смотри, топливо 5,45 на 39. Он дает 120 штук. Либо он дал бы 5 водки, за которые я могу взять... Сколько пачек-то? Вроде тоже 120 за 3 штуки. То есть в итоге, да, лучше уж водку брать и потом водку обменивать на патроны. Получается выгоднее. Водки давай. А, 4. Не 5, а 4. Подожди, он же раньше 5 давал. Не, 5 это дает в баре. Все, погнали. На болото. Деду пожилому. Сколько у меня водки с собой? Целых 14 водки. Мне по-хорошему шерстью кат и патрончиков наменять. Сейчас как я буду на болотах? Я, конечно, частично их зачистил. Я бы и по-хорошему мог поиграть. Но опять там сидеть, ждать непонятно сколько. Полчаса, час игрового времени. А он потом скажет, нет, не могу. Просто рандомно завесил артефакт. А мне надо, по-моему, это тоже просто слизь. Сейчас тогда сохранюсь. Вот артефакт. Да, это тоже просто слизь. Да чего вы мне одни эти жарты-то подсовываете? Пробуем. Да, радиация там, скорее всего, максимальная. Смотрим. 2 рентгена. Наверное, проще уже будет бахнуть антирад. Поставить свою слизь, а это... О, это слизь ниже разрядом. Вторая. Неплохо. Тоже останавливает кровотек. Все, теперь нам нужно каким-то образом... Ну, так вот выйти. А далее уже по стариночке к старику. Что он мне попросит? Недостаточно же будет двух плащей. Явно. Посмотрим. Нормально. И это еще не все. А, кровосос! Какого хрена? А, ну, круто, 3 рентгена. Тут уже по-любому антирад последний трачу. Охренеться, там кровосос решил ко мне в гости сходить. Ну, все, он убегает обратно, кстати. Там прям видно. О чем прибежал, ты хрем пойми откуда. Хочу жрать последняя колбаса. Бегаю я уже вообще со скоростью улитки. Наверное, у деда пожилого придется и поспать. Все, один хвостик удали. Да, это вообще не бег, это не знаю что. Время сколько по игре? 15.40. Полдень. Что, их много тут, что ли? Ну, так, прилично. О, у меня время в игре и в реале совпало. У меня 15.47, в игре 15.48. То самое чувство. Вот вам виртуальная реальность. Для тех, у кого нет очков. Что, все там? Прям передо мной какой-то вихрь, смотри. Из листочков. Так, листочки хватит крутиться. Надо просто посмотреть, нет ли у них хвостиков. В моем положении все будет нормально. Ну ты... Ну конечно, ну конечно. А как еще? Иначе быть не могло. Отсюда можно пойти на забытый хутор. Будет ли он там, этот пожилой человек? Так мне по-хорошему так с шерстяку бы прыгнуть. Обменять патроны, а оттуда на забытый. Правда, там будут все до собаки. Плюс опять-таки, я радейки хапну. Несколько рентген. Да, но научную аптечку придется использовать, чтобы вывести розейку. Старый хрен. Скинулся болотной травой и ушел в неизвестном направлении. Я еще и криворукий какой-то стал. Помню, было все прекрасно, когда с первого, со второго раз зажигал. Сейчас 3-4 надо сделать попытки, чтобы зажечь. Спичек не напасешься. Продолжение следует...